Здравствуйте, я Александра Иванова и вы смотрите программу «Ежедневник». Сегодня вторник, 1 октября. В программе мы покажем яркие моменты из прямых эфиров, резонансные интересные материалы псковских СМИ и прогноз погоды в Пскове на среду. 81 филармонический сезон стартует сегодня, 1 октября, в Международный день музыки. В преддверии этого события гостем радиостанции ПЛНФМ стал художественный руководитель и главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников. Он рассказал об итогах прошлого сезона, о планах на будущее и сложностях работы в оркестре. Этот товарищ, который жил, Гвида Ретинский, который придумал монах, ученый человек был, он придумал систему, он жил в 11 веке, а Псков в 10 веке, правильно, у нас появился? Так, первая летописи, правильно? Так что Псков старше, чем даже, казалось бы, вечное название ноты. Короче, из-за этого связь Псков и итальянская музыка, как бы так скажем, но пока основной будет акцент на музыку Пучини, потому что он у нас редко исполняется. Нам в этом деле помогут очень хорошие ребята, приедут из Мариинского театра солисты, Екатерина Гончарова и Роман Широких, это сопрано и тенор. В общем, прозвучат арии из опер Богема, Турандот, Джанис Кики, Манон Леско. Рейтмотив сегодняшнего эфира программы «Кузница», как в Пскове сочетать старину и современность. Сохранять и восстанавливать памятники и приспосабливать их под современные нужды. Иначе государство все время должно взять на себя. Но мы видим, движения в этом направлении практически нет, значит, нужны инвесторы. Почему они так туго идут в эту сферу? Смотрите программу в записи в нашей группе ВКонтакте. Из центрального рождественского храма снято 180 квадратных метров живописи, снято, выбрано из развалов, отреставрирована, это выдающаяся работа реставраторов Эрмитажа, ну и уже затихли даже разговоры о возвращении этих фресок Пскову. Затихли, хотя восстановлен весь храм, и он в Эрмитаже в павильонном виде показывается, но он для Эрмитажа чужероден. Конечно, конечно. А у нас это жемчужина, которая бы хотя бы отчасти решала вот эту тему, которую я когда-то и поднял в музее фрески. Материнский капитал проиндексирует 1 февраля на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 тысяч рублей. Сумма на второго ребенка, если не было отрат по сертификату, составит 893 тысячи рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Подробности на сайте Псковской ленты новостей. Президент России Владимир Путин назначил Любовь Алексееву председателем арбитражного суда Псковской области. Ранее она исполняла обязанности председателя регионального арбитражного суда. В ноябре 2022 года была назначена заместителем председателя суда. Господин рейтингомер, как и многие из нас, почувствовал наступившее похолодание эмпирическим путем. Уж не только небо, но также и земная твердь осенью дышала. Прекраснодушные жители Псковского края стали задаваться гамлетовским вопросом. Пора или не пора включать отопление? С одной стороны, явно пора. Погода за бортом тому прямое свидетельство. С другой, стоит только включить, как тут же потеплеет до неприличия. Некоторые соотечественники громко будут требовать выключить батареи и перестать отапливать улицу. Вопрос этот власти так или иначе решили. Ясно тут в очередной раз, одно всем не угодишь. Кто же отметился на минувшей неделе? Об этом в свежем обзоре господина рейтингомера. Ярким событием сентября стало вхождение в состав спектакля «Лягушки» Псковского драм-театра «Новой актрисы». Главную роль злого гения тетушку Вантин играет артистка театра имени Ленсовета Анна Мегицко. Корреспондент МК в Пскове побеседовал с Анной после ее дебюта на сцене Псковского драм-театра. Ревность. Обычно это чувство вызывает у людей самые разные эмоции, от грусти до ярости. Если не научиться себя контролировать, она может привести к страшным последствиям – неуверенности в себе, разрушению отношений и даже к убийству. Корреспондент МК в Пскове Анна Лукина собрала топ-5 историй об убийствах и нападениях, которые произошли в Псковской области на почве ревности. И в завершении выпуска о погоде. В среду ожидается утренний небольшой дождь, в течение дня будет пасмурно. Воздух еле прогреется до плюс 10 градусов. Ночью температура останется в пределах плюс 8, плюс 9. Ветер слабый южный, юго-западный. На сегодня это все. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин